Ряды фаре. Речь пойдет о дробях, причем не все дроби нам нужны будут, несократимые, которые будут расположены от нуля до единиц. Удобнее всего их изобразить на отрезочки, потом нарисуем в виде цепочки неравенств, потом найдем закономерность, как же устроен ряд фаре, непосредственно в разворот, так, чтобы на нем изобразить отрезочки, единичные. Но это не одна клетка, поскольку мы хотим дойти за рядов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну хотя бы 8. Да, мы доходили и до 12, до 13, до 14, сейчас мы сделаем хотя бы 8 рядов. Поэтому расскажите, пожалуйста, какой отрезок я выберу. Сколько клеточек мне нарисовать? Сейчас вот все сидят, особенно кто-то, не мучаются вопросом. Сколько клеточек взять, чтобы нарисовать ваш единичный отрезок? Может быть 24? Почему? Там нужно взять дроби с знаменателем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скажите, пожалуйста, если каждое число должно попасть в узелок сетки, то сколько тогда мне понадобится клеточек для единичного отрезка? Так, считаю, чтобы каждое число, у нас здесь дробь, со знаменателем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну а я хочу, чтобы эти числа попали в узелки нашей сетки. Клеточек. Да? Скажите, пожалуйста, тогда мой единичный отрезок, какого должен быть размера? Хорошо. Одна клеточка? Нет. Нет. Две клеточки? Нет. Нет. Три клеточки? Да. Три клеточки. А как тогда вы уложите на одну четвертую, чтобы попало на узелок? Нет. А, может, 8 клеточек умерла? Например, 14. Но мой отрезочек должен делиться и на 3, потому что мы с вами хотим, чтобы мой отрезок... Тогда 21. Тогда 21. Ну вот беда, 21, тогда хорошо, но мне же надо, чтобы мой отрезочек делился на 2. 42. Но мне же надо, чтобы мой отрезочек делился на 5. Это число должно делиться на 1. Ну, слава богу, на 1 все делятся. 210. На 2. Нет. На 3. Нужно 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5 умножить на 5 умножить на 7 умножить на 3. 1460. Проблема такая. 84 умножал? Не умножал? А какие ты числа умножал? Ну, я все подряд умножу. Ну, то есть там было 8? Да. Там было 4? Да. Ну, а ты понимаешь ведь, что если отрезок делится на 8, то он уже делится на 4. 8, 7, 6. Итак, давайте берем 3, 5, 7. И 1. Потому что они уже не на 100 и 9 простые. Ну, 1 само собой. 1. Да. Замечательно. Что мы берем? 2, 4, 6, 8. Что мы должны взять, что мы можем не брать? Мы должны 8 и 6. 2 взять, 4 и 8. 8 взять, а 4 и 2 не брать. 8 и 6. 8. Значит, если мы берем 8, то мы можем не брать 2 и 4. И 1. А 6 нам нужно? 6 нам нужно? 6 нам нужно? Нет, с самого себя, а не 2 и 3. Если мы уже взяли 3, да, и если у нас уже есть число, которое делится на 2, то, соответственно, поделится и на 6. Значит, число, которое делится на 3, да, поделится на 2, делится и на 6. Согласны? Теперь, пожалуйста, считайте. Сколько будет клеточек в единичном отрезке, если я захочу свои рубежки? Да, 800 человек. Все правильно. Посчитали? Замечательно. Но вы же понимаете, что столько клеточек у меня нет. Поэтому нам сейчас придется чем-то жертвовать. Давайте смотреть, чем будем жертвовать. Нам нужно число, да, которое бы уложилось на наш листочек, но на него полегло наилучшим образом большее количество наших чисел. Давайте смотреть, что же это будет за число. Четыреста. На ваших тетрадях? Пять. Да. И семерку. И семерку. Значит, двадцать четыре число, которое делится на 2, на 3, на 4, на 6, на 8. Правильно? Да. Значит, другое число нам не подходит. Итак, ваш единичный отрезок 24 клеточки. Первый ряд с ареем мы будем с вами делить на единичку. Ноль первых, одна первая. На втором ряду прибавляется дробь со знаменателем 2. Что это за дробь? Будем писать? Нет. Нет. Почему? Ноль первых у нас есть. Значит, ноль вторых, это будет то же самое число. Поэтому это не новое число. Согласны? Согласны. Дальше. Один делить на два. Одна вторая. Новое число? Нет. Вторая. Одна вторая. Разве у нас была? Нет. Не было. Пишем. Ноль первых. Ну и вот здесь посерединке. Одна вторая. Дальше. Две вторых будем писать? Нет. Конечно. Одна первая, она же две вторых. Это и есть целых. Значит, новое число у нас будет только одно. Одна вторая. Одна вторая. Второй я прописываю. Значит, советую вам. Тоже сделать так же. Вы видите, я специально пишу по краям, чтобы вставлять те числа, которые будут появляться. Сначала я запишу то, что было. Потом я поставлю то, что появилось. Появилась одна вторая. И знаки неравенства. Ноль меньше, чем одна вторая. Одна вторая меньше, чем одна первая. Третий ряд. Ноль третьих будем писать? Ноль третьих. Почти сами. Ноль третьих не будем писать. Я все-таки выпишу для тех, кто случайно мы с нами. Ноль третьих не будем писать. Это ноль. Одна третьих будем писать? Будем писать? Одна третьих. Две трети. Есть две трети? Не было. Миша. Вы по клеточкам. Аккуратнее у себя. И три третьих мы не будем писать, потому что единицы. Итак, выписываем третий ряд. Я вам предлагаю, чтобы не запутаться в дальнейшем. Сначала выписываем тот день числа и на тех же самых местах, которые есть. А потом вписываем новые. Вновь приобретенные. В нашем случае это одна треть. Третий ряд. И две трети. Вы видели? Отлично. И расставляем за генеральность. Четвертый ряд. Четвертый ряд. Какие новые числа у нас появляются и какие мы не будем писать? Ноль четвертый. Будем писать? Нет. Какое это число? Ноль первых. Одна четвертая. Будем. Это новое для нас число. Одна четвертая. Сами себе посчитали по клеточкам. Сколько клеточек надо отступить? Одна четвертая. Две четвертых. Две четвертых будем писать? Нет. Нет. Потому что две четвертых у нас совпадет с одной второй. Пишем. Две четвертых. Это число одна вторая. Мы берем только те дроби, которые уже не сократимы. Значит, две четвертых мы не будем писать. Три четвертых. Три четвертых. Нет. Нет. Это 7. Поставим. Три четвертых. Это наши новые дроби, которые появились. Давайте я их вот так поярче отмечу. И подпишу те числа, которые у нас были. Ну и теперь выписываю четвертый ряд. Одна четвертая меньше. Правильно? Больше. Знаменатель. Меньше дроби. Одна четвертая. Соответственно, три четвертых. Три четвертых. Пятый ряд, значит, со знаменателем пять. Одна пятая. Дальше. Одна пятая. Две пятых. Две пятых. Три пятых. Три. Четыре пятых. Пять пятых. Нет, не появится, потому что есть одна пятая. Уже совпадет. Хорошо. Итак, одна пятая куда ставим? Одна пятая меньше, чем одна четвертая. Рядышко. Но вы помните, что будет там еще одна шестая. Одна шестая, это сколько клеточек отступать от начала? Одна шестая. Четыре клеточки. А одна четвертая, это шесть клеточек. Значит, вот между ними надо поместить одну пятую. Две пятых. Две пятых. Ну, чуть подальше. Две пятых. Две пятых будут между числами одна третья, одна вторая. Да? Три пятых. Три пятых. Числами одна вторая и две половины. Да? Да. Три пятых. Ну, и теперь осталось переписать те числа, которые были. Аккуратненько, друг подруга. Три новых числа. Да? Да. И пятый ряд мы писали. Значит, сначала вы пишем все стальники и посмотреть, куда писать новые. Во-первых, какие новые числа получаются? Одна шестая, две шестых, три шестых, четыре шестых, четыре шестых. Это нам все перечислили. А теперь какие мы поставим на наш отрезок? Одну шестую ставим? Сталь. Значит, у вас, соответственно, четыре клеточки, перечислили. Две шестых. Выше сталь. Нет. Две шестых. Максим, мы договорились, какие писать дроби? Несократимые. Две шестых. Что это за число? Две шестых это разное. Это все равно, что одна третий. Пиши, одна третья, она же две шестых. Если я трех возьму единичку, да, это все равно, что я шести взяла две, правильно? Значит, две шестых мы не пишем, это все равно, что одна третья. Дальше. Четыре, три шестых. Две шестых, это одна вторая. Это одна вторая, поэтому не появляется новая дробь, это одна вторая. Четыре шестых. Четыре шестых. Мы пишем. Две трети. Пять шестых. Несократимая дробь. Несократимая дробь, еще, пять шестых. Катер на конце, да? Единичку на конце, одна первая. Да, и сюда перечисываем. Да, молодец, спасибо. Шестой ряд. Спасибо. Покажи, давай. Знаешь ли ты, как проверить? Ну, запись. Вдруг ты мне половину символов съел, пока писал. Итак, смотрим, сколько у нас чисел до одной, второй. Три. Шесть. После одной, второй. Шесть. Ну, по количеству, вроде бы, как не обманул. Хорошо, ставь знаки. Молодец. Спасибо. Ну, что со знаменателем семь, вообще все просто. Потому что семерочкой, вот число простое. Да? Поэтому дроби, сколько всего дробей мы сейчас запишем? Шесть дробей. Ни одна не совпадет с предыдущим. Пожалуйста. Я так понимаю, сколько пойти. Молодец. Сколько процентов у йоги? Одна, седьмая, две седьмых, три седьмых, четыре седьмых, пять седьмых и шесть седьмых. Так. Всего шесть штук. Мы сейчас, наверное, сейчас... Значит, сначала мы будем... Вот, возьми желтый мел. Значит, сначала мы ставим новые, ориентируясь на старые. Поскольку, если мы сейчас запишем старые, то все сольется, и вы не увидите то, что у нас снова появилось. Давай, одна седьмая. Где будем ставить? Левее, чем одна шестая, да? Меньше, чем одна шестая, сталь, одна седьмая, одна седьмая. А дальше? Дальше две седьмых. Смотрите, ты говоришь, что где-то между одной четвертой и одной третьей? Ага. Итак, ты предполагаешь, что наше число две седьмых между одной четвертой и одной третьей. Но это может быть не так. Как показать, что это действительно так? Давайте мы с вами вспомним, что одна четвертая, это две восьмых. Две седьмых и две шестых. Обратите внимание, знаменатели дровей разные, а числители одинаковые. Увидели? Поэтому мы с вами действуем так. У той дрови, которая больше, знаменатель, та дров меньше. Семь. Знаменатель меньше. Дровь будет меньше. Увидели? Замечательно. Таким образом, действительно, наши дровь две седьмых попадают между числами одна четвертая и одна третья. Ну, пиши пока точку три седьмых. Ну, и теперь давай попробуем все-таки обосновать, почему три седьмых там. Три седьмых меньше, чем одна вторая. Потому что три седьмых меньше, чем три шестых. Правильно? Одна вторая, это три шестых. Три седьмых меньше, чем три шестых. Правильно? Соответственно, то есть, другими словами, это меньше, чем одна вторая. Почему больше, чем две пятых? Потому что у них числительные. Ну, вот там и числитель, и знаменатель разные. Нам нужно сравнить. Две пятых. И три седьмых. Три седьмых. Ну, давайте сделаем так, как обычно. Чтобы сравнить с дроби, надо привести... По знаменателю. Да. Давай, вот внизу, по две пятых. Какой же общий знаменатель мы выберем для этих дробей? Тридцать пять. Тридцать пять. Значит, первая дробь вот сюда, после сравнения. Пиши по дроби. Нет-нет, две пятых. Пиши. Нет, там не надо. Вот здесь. Вот здесь две пятых. Значит, мы выбираем общий знаменатель тридцать пять. То есть, домножаем здесь на семь. А здесь, чтобы был тридцать пять, домножаем на пять. И числитель, и знаменатель. Таким образом, нам нужно сравнить числа 14 тридцать пятых и 15 тридцать пятых. Что же больше? Конечно, больше 15 тридцать пятых. Ставим значок 14 тридцать пятых меньше, чем 15 тридцать пятых. И, помните, у нас задача была 2 пятых меньше, чем 3 седьмых. Стираем значок на букву И и ставим там значок меньше. Меньше. Значит, две пятых, действительно меньше, чем 3 седьмых. Значит, наша точка поставлена верно. А дальше ее дробь 4 седьмых. Она находится после дроби 1 с 2. Да, пожалуйста. Ну и скажите, пожалуйста, кто у нас еще что-то подметил, что нам поможет сейчас расставить остальные числа? Для первой половины мы доказали, что у нас за второй? Докали. Точки, равноудаленные от середины или равноудаленные от концов, расположены симметрично. Увидели? Поэтому, действительно, она будет там. Значит, 2 седьмых между 1 четвертой и 1 третьей. Соответственно, 5 седьмых между какими числами? 5 седьмых между числами 2 трети. 2 трети, да. Пиши. 5 седьмых и 6 седьмых. 6 седьмых находятся в плоской дроби 5 шестой. Да, пожалуйста. 6 седьмых. Обратите внимание, еще одно свойство есть. Равноудаленные дроби. 1 седьмая, здесь, а значит, сумма? 7 седьмых. Единица. 2 седьмых, 5 седьмых. Сумма? Единичка. Единичка. Проверяйте себя. 3 седьмых, 4 седьмых. Сумма? Единичка. Соответственно, на симметричных местах стоят числа, которые в сумме дают единицу. Числа седьмые записали? Угу. Я буду писать следующее. В первой колонке я напишу номер ряда. Где-то первый, второй, третий, десятый. Ну и так дальше. Столько, сколько вам нужно. У меня уже закончилось доски. Дальше. Что интересно? Интересно, сколько слагаемых на каждом ряду прибавляется? На седьмом ряду прибавляется сколько? 6. 6. На пятом? 4. 4. На четвертом? 3. На самом деле? 2. 2. Мы ищем только те, которые уникальны. Которые нет. Итак, на первом ноль мы поделили, значит, один на один от центра. Здесь появилась одна вторая. На три. На третьем ряду появилось два числа. На третьем две трети. Ну и дальше заполняем. Следующий столбик. А в следующем столбике то, что мы с вами сказали, это мы просуммируем. Вы помните, что у нас, вы помните, что каждый раз мы писали не только те числа, которые добавляются. Да? Вот у нас седьмой ряд, видите, они выделены желтым. Это то, что добавилось. А еще мы суммируем те числа, которые были. И после этого пишем, сколько всего дробей. А почему в первом ряду добавляться одно число? Сначала ничего не было, ноль. А потом появилось два числа. Два числа. Два числа. Ноль первых, одна первая. На втором ряду у нас, соответственно, прибавляется еще одно число, получается три числа. Было два, прибавилось одно. На третьем ряду было три числа, прибавилось два числа, получилось пять числов. Выполняем. Так, номер ряда форея. Следующее у нас числа, которые прибавляются, уникальные, которые несократимые от роги появляются на каждом ряду. И потом суммируем, сколько всего дробей в каждом конкретном ряду. Начало отрезочка, единичка, конец. Других чисел здесь нет. Второй лест. Добавляем число со знаменателем два. Делим на два. Ноль на два. Ноль. А он уже есть. Два на два. Соответственно, один на два. Это будет одна вторая. Одна вторая – это половина целого. Вот мы поставили на половинку точку. После того, как здесь одна вторая, то следующее, чтобы была двойка, должна быть две вторых. Но две вторых – это одна первая, то есть единичка. С этим рядом понятно? Тогда мы пишем, что у нас второй ряд. Мы прибавили одно число. Это одна вторая. И у нас здесь сейчас на втором ряду вторые – раз, два, три ряда. Вот мы записали в этот столбик. Три дроби. Мы записали в этот столбик. Согласен? Хорошо. Третий. Третий. У нас появляется дробь с знаменателем. Три. Ноль третий. Это ноль петра. Одна третья – новое число. Ставим. Две трети. Новое число. Три трети в совпало с единицей. Одна вторая – это число с предыдущего нашего ряда. Поэтому получилось раз, два, три, четыре, пять. Два числа новых. Три числа с предыдущего ряда. Всего пять. Дальше. Четвертый ряд. Опять же. Четыре. Одна четвертая. Две четвертых – это одна вторая. Уже есть. Считаем. Три четвертых. Значит, у нас прибавилось два числа. С предыдущего ряда у нас осталось пять. Получилось всего семь. Пятый ряд. Пятый ряд. Соответственно, на дроби, которые с ним одна пятая, две пятых, три пятых, четыре пятых, пять пятых единицей. Значит, всего четыре. Со предыдущего семь. Одиннадцать. Четвертый ряд. Одиннадцать. Пять нет. Ну, давай начинаем. Одна шестая. Две шестых сократимая. Она есть. Три шестых сократима. Одна вторая. Четыре шестых сократима. Дальше. Пять шестых. Значит, две. Итак, две. Да на предыдущем одиннадцать. Две добавилось. Да на предыдущем одиннадцать. Сложим всего тринадцать. Проверяйте. Семь. Да, пожалуйста. Семь. Прибавилось шесть. Шесть. И получается? Девятнадцать. Девятнадцать. Получается девятнадцать. Дальше. Восемь. Восемь, четыре. Прибавилось. Сколько получается? Двадцать. Двадцать. Ну, кроме говори. Три. Двадцать три. Слушайте, ну хорошо. Хорошо пока идет. Сколько прибавилось на девятом? Да. Прибавилось шесть. Прибавилось на девятом. Шесть всего? Двадцать три. Хорошо. Шесть. Двадцать девять. Считайте десятый ряд. Десятый ряд. Сколько прибавилось? Четыре. Десятый ряд. Четыре, да? Тридцать три. Тридцать три. Еще. Тридцать три, да? Тридцать три. И что? Тридцать три простое. Да, тридцать три. Давайте обьем кружочек. Тридцать три не является простым числом. Числа расположены на симметричных местах. В сумме дают единицу. Надо понаблюдать за числами, найти что-нибудь такое интересное. Ну вот давайте вот эту яркую кусочек я возьму. Видите, две седьмых. Две седьмых разглядели? Да. Две седьмых видим? Да. А какие дроби стоят слева и справа? Одна третья, да четвертая. Одна четвертая. И одна третья. Интересно. Одна восьмая. То есть две восьмых и две же седьмых. Если вы возьмете любую тройку, чьи силовые увидите, что, которое стоит в середине, является медиантой соседней. Любую, любую тройку. Любую. А вот по примеру седьмых. Подожди, сейчас мы вот с этой закончим. Смотри. Три пятых. Три пятых. Девять. Две. Два плюс четыре. Седьмь плюс три. Будет шесть. Десятых. Десятых. То есть три пятых. Любую. Восемь. А если две трети, то в восемь. Две. Две трети вот справа там. А кому хочешь? Вот эту? Да, да. Сейчас я отведу. Три пятых, две трети и пять седьмых. Сейчас. Две трети. Ну, или нет. Давай. Пять седьмых. Две. Две седьмых. Третьих. Две. Две. Три. Шесть. Две. Четвертых. Нет. Сонно. Да. Да. Сонно. Угу. Одна вторая. То есть это вот если взять простое, да, то есть это три шестых. Еще раз? В третьем ряду. Да. Одна вторая, это как раз три шестых. Одна вторая. Да. Если мы возьмем стройку чисел, то одна вторая, это как три шестых. Это правда. Еще свойство про произведение. Если я возьму две соседние дроби и перемножу. Три на три будет девять. Два на четыре будет восемь. Восемь. Разность? Один. Один. Ну давайте смотреть. Везде ли это будет так? Один на три будет три. Три. Один на четыре будет четыре. Разница? Один. Пять. Четыре. Три. Ну давайте пять, шесть. Значит, что нужно сделать? Нужно это постараться написать, сформулировать в виде общей. Это же явно дробить. Осень. Угу. church. Три. Ты. Я – это. Динамы, какие отношения. Три. Ира.